Малый рынок, центр Елезова. Смотрите, машину мы должны здесь бросать начинать. Вообще охуеть. Администрация, вы чё, блин? Ну давайте мы под администрацию будем бросать. Возле ГАИ будем бросать. Возле суда будем бросать. Где ещё бросать машину? Непонятная тема вообще. Мало того, что их во дворах, вы сами видели, сколько брошенных машин просто, которые не жизнеспособные машины. Так ладно, уже здесь бросают. Прямо в центре Елезова. Чуть ли не на площади, вот она площадь. Охренеть. Сделали бы какой-нибудь орган, который отслеживает всю эту ерунду и удаляет их на штрафплощадке. Со дворов я имею ввиду. Потому что во дворах, вы видели, вы знаете, да, что машин стоит уже больше, чем жильцов в доме, наверное, живет. Потому что на семью, если богатая житочная семья, на человека по две машины бывают. У него джип, ещё и легковушка. Или у неё. Ещё и сын катается. А сколько брошенных машин? Тоже, если пересчитать, их сотни просто. А может и тысячи. Ну, я имею ввиду, в Петропавловском участке. В Елезово, конечно, поменьше, но тоже хватает. Поэтому завели бы орган какой-нибудь, который что делает? Находят такие машины, номера читают, выясняют через ГИБДД хозяина, предупреждают хозяина, если он не выполнил действия по удалению этой машины из-за двора, то её ликвидировали бы на штрафплощадку. Оттуда уже пускай выкупают. За сутки простое на этой платной штрафстоянке не захочется выкупать. Соответственно, на металлолом потом машина эти. На утиль. Потому что это опасно, когда машины стоят. Были случаи, неоднократно, когда дети залазят. Жигулёнок стоял, в одном дворе жил. Стоял Жигулёнок сзади дома, без одного окна. Дети себе устроили там, типа, кондейки, что ли, маленькие дети. И машина загорелась. Ребёнок в этот момент был в машине. Слава Богу, его успели быстро удалить оттуда. Поэтому, власти, думайте, что творится.